Всех приветствую, вы на канале Анатольевича, это игра Horror Field. Наконец-то получил я культист 18 уровень, скорость 96 у него увеличилась, и мы открываем, получается, что? Конечно же, мы выполняем главу 6, и нам дают еще двух выживших, а это, конечно же, Маркус и Фил. Других выживших нам просто и дать-то не мог. Вот он, Маркус, Фил, это, получается, гранаты, и теперь у нас будет святая вода. Посмотрим, что за задание на седьмую главу. Да это ужас, сколько тут всего. Получить 8 ранг или выше всеми персонажами, прокачая всех выживших до 20 уровня, ого, убей всех выживших за 150 секунд, но это еще можно попытаться. Найди или создай мачете, это нам уже намекают, что купите, купите этого парня полицейского, открой все растаки у выживших, на-на-на, открой навык идеальный спасатель, ну это ладно, нанеси 50 ранений выжившим, это самое легкое, и та-та-та. Ну ладно, посмотрим. Так, поиграем, поиграем мы, конечно же. Ну, этих мы будем прокачивать, пока я не вижу смысла вообще даже идти на первом уровне этими Маркусами и Филами. Может быть, в следующем видео попробуем побегать, попытаемся что-то хотя бы противопоставить маньяку. Так, а это, конечно же, культисты, открываем новый слот, как я и обещал, я накопил эти 500 монет золотых, и я могу теперь использовать зелье ярости. Зелье ярости это плюс скорость, плюс сила, и выбивать двери можно легко и просто. Очень опасен становится маньяк, когда принимает зелье ярости. Он яростный становится, конечно же. Так, ну конечно же, у них нет шансов. Ну, может быть, маленький шанс. Маленький шанс у кого-нибудь одного. Так, 3, 2, 1, вперед, вперед бежать. Кровой компас сразу же указывает нам, куда прячется наша жертва. Куда она побежала? Зачем она побежала? Ярость помогает нам выбивать... Ой, еще он не такой сильный, не такой сильный. И, конечно же, когда еще прокачаем один уровень, он будет выбивать эти двери с двух ударов. С двух ударов либо прокачать нужно зелье ярости. Зелье ярости, если прокачать, потому что сейчас она у меня, по-моему, на 10 уровне. О, надо ли? Ну, конечно, она быстрее, она хитрее. Разочек ей вдогонку. Конечно же, надо вот этот генератор не оставлять так просто. Я еще, кстати, не прокачал культиста до конца, вот именно в том плане, что у меня еще навыки там у него открыты, но... Ну, с уровнем каждым открываются навыки, но я еще не открыл их этих. Там денежка нужна и время. У меня нету времени. Как бы я не прокачиваю так быстро. У меня все это там сутками, все сутками открывается. Так, бежать, бежать, бежать. Искать, искать, искать. Ой, как я хочу найти кого-нибудь уже. Я такой злой. Я такой злой и страшный серый волк. Так, я в поросятах знаю того, где мой поросеночек? Где ютуб-поросеночек? Так, это бесполезно. Бежать, бежать, бежать. Искать, искать, искать. Так, вот она, вот она. Все, это все, это. Привет. Бац, по голове. Ой, как он бьет смешно. Я не могу, сейчас пританцовывает. Так, здесь она, конечно же, где-то рядом. У нее нету шансов. Все, первая пошла. Я ее уже поймал. Кстати, вот Лина не лечится. Значит, это, скорее всего, боты. Ну, я не знаю, боты такие, хитрые боты. Потому что все равно с каждым уровнем игра усложняется. Даже если это боты, все равно играть, в принципе, интересно. О, она полечилась. Только что я ей это сказал. Может, это не боты? Они, кстати, вон они какие, хитрые. Они ходят толпой. Они ходят толпой. Вы это видели? Конечно же, поближе надо, чтобы дверь не закрылась. Чтобы мы не тратили время на эту дверь. Они толпой ходят. Может, это выжившие или очень умные боты. Я не знаю. Я не знаю, не знаю. Вы напишите в комментариях вообще, как вы думаете. Есть вообще выжившие, настоящие люди, которые играют в эту игру. И играете ли вы? Вы напишите ваш никнейм в игре, пожалуйста. Чтобы, если я вас встречу, я обязательно буду рад вас встретить в игре. И напишите, в какое время вы играете. В какое время вы играете? Я хочу с вами поиграть. Ну вот, было бы интересно, получается, именно зайти в то время, когда вы играете, чтобы я, ну, как вы понимаете, именно с игроками поиграл. Это гораздо интереснее. И вам было бы быть интересно, чтобы зайти в какое-то время и вместе поиграть. Вот такое предложение. Пишите в комментариях, как вам вообще интересно или не интересно. Ну, конечно же, опять культист. Культист мне, он уже понравился, как он это, разделывается со своими жертвами. Никакого шанса он им не оставляет. У него такая колючая палка с проволокой колючей и еще какие-то там штыри. О, я не знаю, что бы я делал, если бы встретил такого дядю. Мне кажется, было бы совсем поздно о чем-то думать. Так, ну, главное, что в наших селениях пока нет таких ребят. Пока что, пока что. Я не знаю, как будет дальше, но пока что я такого не видел. Вот, это будет очень опасно и страшно, если такие будут вообще на улице выходить. Он так разукрашен вообще. Как это, похож он еще чем-то, каким-то образом, на каком-нибудь идейце такого. Какие-то фильмы я вспоминаю. Иногда там, получается, индейцы были. О, как хорошо нам получилось. Мы открыли дверь. Точнее, Джек открыл нам дверь. И мы смогли зайти и рубануть еще по генератору. Так, генераторы, генераторы. Ого, они почти починили. У них наглости хватает чинить под носом. Просто под носом у бедного маньяка. Маньяк, он же что? Он же ранимая душа. Почему маньяками становится? Вы не задумывались никогда? Да вы очень все просто. Потому что они ранимые. Они ранимые. Их ранили очень сильно в детстве. Может быть, их ранил там кто-то из родственников. А может быть, и друзья. Друзья отвернулись от них. И родственники там похоже с ними как-то обращались. И все. И это маньяки становятся. Поэтому вы учитывайте, учитывайте. Если вы кого-то очень сильно обижаете, вдруг когда-то он будет маньяком. И придет за вами. Поэтому нужно как-то быть аккуратнее. Быть аккуратнее. Самое главное быть аккуратнее. Потому что мы сами можем создать маньяков. Блин, я не смогу. Я не смогу, конечно, выбить эту дверь. Потому что мне нужно скорее. Скорее нужно быстрее вовить. Ого, мне больно. Я огушен. Ого, блин, какие наглые. Они все чинят, чинят. Бегут везде куда-то. Ты что ж такое? Не, ну конечно же. Я мог бы взять копье и нож. И тогда вообще никакого шанса. Никакого шанса. Но мне интересно какой-нибудь плащ невидимости. Мне бы хотелось, конечно же, поиграть с выжившими, настоящими игроками. И использовать маску. Или там вот этот плащ невидимости. Было бы прикольно. Вот так выживший стоит. Такой чинит. Такой думает. О, какой я умный. Какой я смелый. А тут я раз и выпрыгнул из ниоткуда. Это было бы очень смешно. Мне кажется, вот так напугать. Во, вот так вот напугать вообще замечательно. Просто вот так вот идет, идет такой чик-чик-чик-чик-чик. Они не слышат. Нету стука сердца безмолвия. Потому что они не видят. А я всех вижу. Потому что у меня есть что? У меня есть. У меня есть этот. Ой, ну ладно. У меня же есть, как вы поняли, кровавый компас. А кровавый компас, он укажет, где жертва. Так, уже один генератор остался. Один генератор это что значит? Значит, что нужно уже ускоряться. Нужно как-то уже что-то предпринять. Потому что, кстати, вот хорошо. У него плюс 25 ко всем параметрам после первой жертвы. Мы одного уже убили, все. И других уже нет шансов. Потому что, когда маньяк на пике своей вот этой популярности становится. О, все. Это уже, это вот видите. Это уже даже Маркус уже не выдерживает. Вот эти удары, они просто, они в цель. Они точно в цель бьют. Вот, и вот это вот Олег, Олег 150. Вот, я за тобой иду, Олег. Вот он удивится, скажет. А что это? Что это за мной? Я сам бы прибежал, да? Что это за это? За подстава? Все в клетке? Да как же так? Ну вот это, кстати, топовое умение. Если вы, получается, ну я не туда побежал. Надо было, конечно, компас сначала использовать. А потом уже использовать этот навык. Этот навык хорош в самом начале. Ой-ой-ой. Где откроют? Где откроют? Я же правильно иду? Все правильно, да. Все правильно, все правильно. На. Хорошо. Ну, конечно, опыт нам нужен. Нам нужны кредиты. Нам надо все выбивать. Получать. И потом только забирать. Все, забираем. Победа. 3,56. Время, в принципе, не очень хорошее. Но 234 бонус. Плюс. Это, кстати, хороший бонус, потому что у нас растут ранги у наших персонажей, у маньяков, у всех дел. И чем больше всяких навыков и уровень вот этого их ранга, тем больше у нас бонусов. А бонусы это очень хорошо. Так, конечно же, вот эти вот... Так, вот эти вот Гарри, они опасные. Мне вот, на мой взгляд, для маньяка это самые опасные штуки. Вот эти вот Гарри. Они очень-очень опасные, потому что они быстро чинят генераторы. А остальные это так. Вот он, вот он. Блин, как он. Он побежал быстрее, чем когда-либо в жизни, когда-то бегал. А вы видите, как они опасные, да они вон, трое не опасные, они троем бегают. Я один, а их трое. Вы видели? Их сразу трое, а я один. Как это так? Я видел, видел, конечно же, там, все я видел. Вверху там были следы. Ой-ой-ой, они чинят за один, за другим. Это не, не, не. Пока ярость, я просто должен чуть-чуть тут эти... Ого! Как ты опасный. Ладно, я пришел за тобой, и я заберу тебя. Хотя бы Лину забрали. Лина, кстати, на втором месте по опасности для меня. А на третьем Джек. Джек, он, конечно, тоже и чинит хорошо, и быстро бегает. А Лина, она очень ловкая. У них следов почти нет. У этих карри, они пухленькие, у них получается это... Они потеют, наверное, и очень потные следы. Я вот их нахожу по потным следам. А вот Лина, она вообще не потеет, она не боится меня. И приходится ее, конечно же, искать. Ну, это она либо сама освободилась. У нее уже на этом уровне обязательно должна лепятмышка. Это, конечно, печально, потому что... Потому что я не получу плюс 25. Потому что она сейчас еще будет там всех освобождать. Она-то там будет стоять, да? Так, обойдем, обойдем, обойдем. Да-да-да-да-да. Ну, хорошо, хоть сюда прибежали. Вот, она полечилась даже. Может быть, это даже не... Не бот? Может, это не бот? Я не знаю. Но я не могу определить точно. Получается, они не общаются, они ни привет, ни пока не говорят. Поэтому... Ой, она освободила. Она освободила Гарри. Сейчас она будет освобождать и освобождать всех. Поэтому, конечно же, ее надо ловить. Я не хочу тут бесконечно их ловить. Поэтому надо хоть кого-то одного убить. Вот они, следы. Кровавый след, да? Ладно, ладно. Сейчас мы тебя найдем. Так, Гарри. Гарри пришел. Пришел, увидел, победил. Так, положил я его туда. И бегом, бегом, бегом по зеленым следам. Все, зеленый след. А зеленый след, кстати, это вообще принадлежит этому Гарри. А, ну вот элитно, конечно же. Они тут это, тусуются вместе. Так, что мы используем? Ярость. Выбиваем эту дверь. Звучастная дверь. Видите, у меня не хватает сил стулку Дарху убить. Выбить, точнее. Но теперь-то у нас сил хватит. Потому что все, дверей тут остальных нету практически. Ну вот здесь вот, в этой округе. Поэтому все, уже без шансов. Тут уже бежать, бежать, бежать. Ловить и все. И праздновать победу можно. Можно праздновать победу, взять это. О, 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 хорошо. Вот это она выдержала удар. Ничего себе. Молодец. Ну мы молодцы, сейчас я. Молодчее мы. Молодчее. Так, здесь, конечно, добиваем дверь. Обязательно надо опыт получить. Мы ее тут погоняем чуть-чуть. Так, и здесь вот она где-то тут. Где-то, где-то. О, гля, она ушла далеко. Ну, ладно. Бат, бат по голове, бат. Так, здесь выбиваем дверь. Ну, так вот. В общем, нормально так. Нормально он играет уже. Теперь мне больше, больше нравится. Убили всех. Вы убили всех. Шесть тысяч кредитов. Ну, это мало. Это без бонусов. За рекламу. Рекламу я как бы не использую. Пока что. Пока что. Вот так вот. Видите, сколько? Еще много-много прокачивать его на страшение. Там, крушители, всякие жертвоприношения. Очень-очень много. Так что вот так вот. Будем прокачиваться. Будем играть дальше. В принципе, игра веселая такая. Много времени она не забирает. Так что вот так. Мне нравится игра. Кому нравится, ставьте лайк. Вот такие дела. Много-много дел. Много заданий. Есть куда стремиться. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok